Добрый день и как всегда в конце недели подводим итоги. Говорим о городском хозяйстве и все, что за эту неделю было сделано. Также те изменения, которые нас ждут в дальнейшем. Уже окончательно забыли о минувшей снежной зиме, о тех непогодах, которые были. Остатки песчано-соляной смеси, которые оставались на улицах, мы убрали и вымыли. Мы говорили, что начали мыть улицы вдоль бордюрного камня. Сейчас уже это переросло в полноценную помывку улиц, согласно тех маршрутов, которые были созданы нами в минувшем году. Поэтому уже с этой недели, начиная с 8 числа, ежедневно, каждый день улицы города будут мыться. Также будем мыть и пешеходные части. Сейчас расконсервируем все наши нукраны, подготовили уже всю технику. И на этой неделе начинаем эту полноценную весеннюю уборку улиц, ежедневную. То, как мы делали год назад. Также хочу отметить, что мы на этой неделе закончили сборку первого нашего Одиссея Макса. Несмотря на тяжелую зиму, эти работы не останавливались. И несмотря на карантин. Поэтому совсем скоро в Суворовском районе на 7-м этом маршруте появится еще один Одиссея Макс. Также там запустили несколько вагонов с парок. Поэтому сейчас в условиях карантина, вывоз пассажиров с Суворовского района стал намного легче. Ну и в дальнейшем это, конечно же, этот самый густонаселенный район. С помощью уже двух Одиссеев Максов и нескольких сочлененных составов в час пик будет выезжать намного легче. В этом году мы говорили, ставим перед собой достаточно амбициозные задачи сборки еще дополнительных 10 составов. Это будут как Одиссеи Максы, так и односекционные обычные Одиссеи. Тема этого подвижного состава и весенней уборки хотелось бы перейти к подготовке к летнему сезону. Начали мы с улицы Екатерининской. Это одна из самых основных, скажем так, магистральных и пешеходных улиц в городе. Расставили задачи по подготовке, по косметическому ремонту и по подготовке этой улицы к сезону, учитывая, что все-таки мы ждем летом туристов и пешеходную часть нашего города, начиная от ЖД вокзала к исторической его части, нам надо успеть это подготовить к началу сезона, повторюсь. На улице Екатерининской мы намерены поменять полностью наружное освещение. Мы расставим эко-боксы там, где контейнера находятся на фасадах, проведем эту работу по ремонту тротуаров, проведем в порядок эту пешеходную часть, зеленые насаждения, ну и так далее. То есть, чтобы улица действительно стала по-настоящему фасадной улицей нашего города. На завершение хотелось бы сказать о том, что, к сожалению, не обошлось и без несчастного случая на этой неделе взорвался бытовой газ в многоквартирном доме по адресу Хуторская 6. Срыв был достаточно сильный, пострадало несколько на квартир. Можно сказать, полностью все, которые находились в этом стояке, их 6 штук. Также в соседнем стояке, в этой же парадной, тоже был нанесен ущерб, но не такой существенный. К нами выполнены все необходимые работы, как по отселению жителей, так и по той помощи, которую мы могли оказать силам ДСНС и национальной полиции. После завершения этих работ, после того, как будут выполнены все экспертизы и установлено, что же это послужило причиной, нам дадут разрешение, и мы начнем восстановительные работы в этом доме. На данный момент все жители, которые в этом нуждались, отселены. Скажем так, ситуация была достаточно оперативно локализирована. На этом на сегодня, наверное, все. Основные новости, которые будут возникать, также размещаем на сайте Одесского городского совета и на сайте Департамента городского хозяйства. Как всегда, видимся через неделю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok